МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. В студии Ктирина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Каким будет декабрь? На смену аномальным холодам приходит нормальная погода. Красавчик-щелкунчик в Музее народной игрушки открылась новогодняя выставка. К выходным в Нижегородскую область придут потепления и снег. С 6 по 11 декабря дневная температура воздуха повысится с минус 16 градусов до минус 1. В пятницу и субботу будет снег. Температура днем минус 2, ночи минус 8. В воскресенье столбики термометров поднимутся днем до нулевой отметки. Такой прогноз на неделю дает гидрометцентр. Но холода в декабре еще вернутся, обещают синоптики. В целом, по прогнозу гидрометцентра России, первый календарный месяц зимы ожидается холоднее обычного на 1-1,5 градуса. То есть температурный фон минус 8, минус 10, с учетом как максимальных, так и минимальных значений. Осадков в декабре ожидается меньше нормы, всего 75%. Но без снегопадов не обойдется. Действие ипотечной программы под 7% на квартиры в новостройках в России завершится 31 декабря. Чтобы воспользоваться льготой, осталось совсем немного времени. Программа работает и в Сарове, и пока еще дает возможность приобрести жилье в ипотеку со ставкой 3,4%. Смысла в продлении льготной ипотеки нет, заявили в Минфине. И решили отменить ипотечную программу под 7% на квартиры в новостройках уже 31 декабря. Напомним, программу запустили в 2020 году как поддержку первичного рынка жилья в условиях ковидных ограничений. Изначально она была рассчитана на несколько месяцев, но власти ее неоднократно продлевали. В Сарове в рамках этой льготы пока еще есть возможность приобрести жилье в ипотеку со ставкой 3,4%. До конца декабря будет действовать специальное предложение от компании Саров Инвест на приобретение квартир и тонхаусов по льготной ставке. Данная ставка распространяется на весь срок кредитования. Ежемесячный платеж благодаря этой ставке будет от 21 тысячи рублей. Всего в России за время действия программы льготной ипотеки под 7% выдано более 700 тысяч кредитов на сумму свыше 2 триллионов рублей. Программа работает лишь до Нового года. Если ипотечные ставки на новостройки сравняются со ставками на вторичное жилье, то значительно вырастет ежемесячный платеж. Так что откладывать с покупкой жилья больше не стоит. Основными банками-партнерами у нас являются Банк ВТБ и Сбербанк. При сумме кредита до 6 миллионов рублей вам потребуется для оформления самого кредита только два документа. Можно сказать точно, что при росте ставок значительно будет и увеличиваться сумма ежемесячного платежа. Подробно по льготной ипотеке вас проконсультируют в офисе продаж компании «Саров Инвест». Торговый центр «Атом», пятый этаж, телефон 59917. Принять участие в благотворительной акции «Подари радость детям» Саровский физико-технический институт приглашает социальные службы, муниципальные учреждения, сотрудников и учащихся всех учебных отделений города. В рамках акции планируют помогать детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Проводить для них мастер-классы, игровые творческие занятия и уроки добра. Акция пройдет с 5 по 23 декабря. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Семьи с детьми до 3 лет могут из средств мат-капитала получать дополнительное пособие на ребенка в размере одного прожиточного минимума. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Он распространяется на семьи с размером среднедушевого дохода не более двукратного прожиточного минимума на душу населения. Документ оформлен на официальном портале правовой информации. Мобилизованные жители Нижегородской области освобождены от уплаты транспортного налога за этот год. Льгота распространяется на одно транспортное средство. Легковой автомобиль с мощностью до 150 лошадиных сил. На мотоцикл с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил. Либо на моторную лодку с мощностью двигателя до 30 лошадиных сил включительно. Срок действия льготы с 1 января по 31 декабря этого года. Кроме того, для мобилизованных продлили срок уплаты имущественных налогов за 2021 год. Они смогут уплатить налоги после возвращения домой с военной службы. На дворе декабря, значит, пришла пора создавать новогоднее настроение. Поможет в этом музей народной игрушки. Там открылась выставка сказка «Красавчик-щелкунчик». На открытии экспозиции побывала наша съемочная группа. Новогодних персонажей бесчисленное множество в разных народах и культурах. Бесспорно, один из любимых сказочных героев детей и взрослых – щелкунчик. Простая деревянная игрушка стала известной благодаря сказке Эрнста Гоффмана. Но появилась она гораздо раньше, более 300 лет назад. С тех пор щелкунчик из обычного чурбачка для колки орехов превратился в настоящее произведение искусства. Музей этих фигурок есть в родной для щелкунчика Германии. А в декабре выставка, посвященная герою, открылась и в Сарой, в Музее народной игрушки. В ней представлены экспонаты из частной коллекции Натальи Рыбиной. «Я, поскольку увлекаюсь посткроссингом, посткроссинг – это обмен открытками. И познакомилась с девушкой из Рики. И как-то ее так вдохновила моя вот эта вот любовь к щелкунчикам. Она просто взяла мой адрес, поскольку сначала отправляла открытки, и прислала мне в коробочке настоящего щелкунчика деревянного. И это был вот мой первый экспонат». Та посылка положила начало большой коллекции. Пять лет Наталья собирала щелкунчиков. Сегодня в ее коллекции около двухсот экспонатов. Это и фигурки, открытки со сказочным героем. И книги. Приехали они из разных мест. «Сложно собирать, пополнять коллекцию. Казалось бы, такой распространенный персонаж. Кто-то зайчиков собирает. Можно тысячи экземпляров зайчиков найти. Котиков, собачек. Щелкунчиков крайне мало. Они в основном популярны в скандинавских странах. Германия, Европа. А туда дальше уже никуда не пошло. Но, поверьте, нет ничего красивее нашего русского расписного щелкунчика. Никакие Эстонии, Германии, Австрии не сравнятся с нашими расписными». Выставка «Красавчик-щелкунчик» в Музее народной игрушки продлится до 15 января. Без возрастных ограничений. Телефон для справок 6-64-94. В школе «Лидер» поговорили о бизнесе. В Центре поддержки предпринимательства старшеклассники встретились с предпринимателями. Разные советы, полезные и шуточные, прозвучали во время беседы. Подробности в нашем следующем репортаже. Как удержать свое дело на плаву в период пандемии и других форс-мажорных обстоятельств? Сложно ли быть бизнесменом? Как справляться с ответственностью? В школе «Лидер» поговорили о бизнесе. Собрание в Центре поддержки предпринимательства провели в формате диалога. Старшеклассники могли задать спикерам все волнующие их вопросы по этой сфере. Не обошлось и без небольших напутствий. Хочется сказать, но даже не сказать, а пожелать вам вообще ничего не бояться. Вот прям отпустить все советы, все, не знаю, здравоучения и только слушать себя. Вот хотите – делайте. Не получится. Ничего страшного. В роли экспертов выступили предприниматели с разным опытом работы. У каждого своя история и путь к успеху. Вероника Брычкова 10 лет назад решила дарить людям радость и положительные эмоции, организовывая праздники. Лидию Широкову знают многие сыровчанки, которые следят за модой и трепетно ухаживают за ногтями. Никита Вишняков начал работать до того, как закончил школу, занимался созданием сайтов, получил высшее образование по IT-профилю в Саровском физтехе и ушел в свободное плавание. Союз старшеклассников «Статус» каждый месяц проводит занятия в рамках традиционного проекта «Школа-лидер». В начале учебного года ребята разработали свой план встреч, утвердили темы и даты. А сейчас активно принимают участие в дискуссиях, тренируют различные навыки. Здесь юные сыровчане узнают тонкости разных сфер и профессий, решают для себя, что им ближе, а в каком направлении не видят себя в будущее. В школе «Лидер» я недавно, три месяца, мне очень нравится, так как это активность, это участие в какой-то жизни города, в мероприятиях города, и это новые связи, новые возможности. Я в ней относительно недавно, для меня это какие-то новые эмоции, знакомства, новые мероприятия, незнакомые для меня. Мне интересна эта тема. До конца года состоится еще одно занятие в «Школе-лидер». 21 декабря пройдет встреча на тему «Кондитерское дело дома». Первенство города по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе прошло в минувшие выходные. В июне уэре собрались юные акробаты с разным уровнем мастерства – от третьего юношеского разряда до кандидатов в мастера спорта. Несмотря на волнение, каждый старался выступить на максимуме своих возможностей. Акробатикой Тамара Давыдова занимается 12 лет. Впервые в отделение она пришла, когда ей было пять. Маленькая Тома с замиранием сердца следила за грациозными прыжками спортсменов, решив для себя, что обязательно научится также. Сейчас девушка – кандидат в мастера спорта и останавливаться на достигнутом не намерена. Держать себя в форме ей помогают соревнования. Мне нравится участвовать в соревнованиях, потому что это азарт, это возможность показать, что ты умеешь. Ты же приходишь на тренировки каждый день, несколько часов занимаешься. И это хороший шанс показать, чему ты научился и показать себя. Буду исполнять свои связки, которые, в принципе, тренирую уже давно. Это 2,5-2 бланша и 2,5-2 года назад. Первенство города по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе прошло в минувшие выходные. В юниоре собрались юные акробаты с разным уровнем мастерства – от третьего юношеского разряда до кандидатов в мастера спорта. Несмотря на волнение, каждый старался выступить на максимуме своих возможностей. Цели спортсменов – самые амбициозные. Недавно мы ездили на соревнования по Приволжскому федеральному округу, там я занял первое место. Потом мы ездили на областные соревнования, которые проходили в Нижнем Новгороде, там я занял второе место. Планирую я стать чемпионом мира. Волнение – главный враг гимнаста. Это считает тренер спортивной школы ИКАР Александр Бакаров. Сильные переживания порой могут перечеркнуть часы упорных тренировок и миллионных оттачиваний сложных элементов. Любые соревнования для ребят – отличная возможность научиться самоконтролю и держать эмоции в узде. Уверенность в себя, в первую очередь, настрой. Они здесь проявляют себя серьезно. Кто более-менее настраивается, тот и побеждает, естественно. Сильнейшие батутисты этих соревнований представят наш город на первенстве области в Нижнем Новгороде 18 декабря. Больше, чем просто маникюр. Уже шесть лет студия НейлАрт заботится о ногтях соровчан. Сотни клиентов приходят в студию за качественным сервисом и атмосферой. Профессиональный маникюр и педикюр – ухаживающие процедуры, моделирование и дизайн. Уже шесть лет студия НейлАрт заботится о красоте и здоровье рук и ногтей соровчан. Своих любимых клиентов и новых гостей студия постоянно старается удивить приятными сюрпризами. Например, начало зимы НейлАрт отметил, пригласив соровчанок на клиентский день. У нас сегодня клиентский день. Он для того, чтобы познакомить новых клиентов со студией, с новыми мастерами, с услугами, которые мы предоставляем. А для тех клиентов, которые к нам уже постоянно ходят, мы покажем новинки дизайна, новинки цветов, которые мы закупили к Новому году. Гостям показали вариант мужского маникюра, несколько процедур. Рассказали о новинках косметики. Особое внимание уделили детскому маникюру. Не каждому мастеру можно доверить самое дорогое – своего ребенка. В НейлАрт эту деликатную процедуру выполняет сама Лидия. До 14 лет салон отказывает в нанесении гель-лака, работает только с лаком. Палитра цветов широкая, каждая маленькая модница может выбрать себе оттенок по душе. Маникюр тебе понравился? Да. А чем понравился? Потому что там блестки и розовый лак. Ты сама выбрала или мама тебе бы сказала? Я сама выбрала. Все чаще и чаще клиенты НейлАрт выбирают спа-маникюр. Это процедура с использованием скрабов, кремов, масел, которая позволяет сохранить молодость, здоровье и красоту рук, крепость ногтей и бархатистость кожи. Именно руки чаще всего выдают возраст, поэтому так важно регулярно ухаживать за ними. Ольга – постоянная клиентка студии, раньше ходила на покрытие гель-лаком, сейчас отдает предпочтение спа-маникюру. Потому что атмосфера успокаивающая, потому что больше работают с кожей. Ощущение расслабленности, руки становятся мягкие, и вот с ними, когда работают, легкие становятся. То есть, в общем, отдыхаешь, расслабляешься. Еще одна ухаживающая процедура, которую представляет своим клиентом НейлАрт – термоварежки. Особенно она актуальна сейчас, когда нежная кожа рук подвержена негативному воздействию холода, ветра и пересушенного воздуха в помещении. Термоварежки не отнимут у вас много времени. Вместе с подготовкой вся процедура занимает около 20 минут. Зато результат виден сразу. Минут 15 я сижу на этой процедуре, и раздражения уходят. То есть, тон кожи на руках становится ровнее. Эффект виден прямо с первой процедуры после варежек. Если делать регулярно, то проблема уходит в принципе. В принципе, кожа на руках становится намного комфортнее, и ухаживать в домашних условиях между процедурами маникюра намного удобнее становится и комфортнее. Гостям клиентского дня рассказали о новой процедуре, которая в ближайшее время появится в студии NailArt – протезирование или имплантация ногтей. В отличие от наращивания, которое проводится на здоровых ногтях, протезирование применяют после травм, ожогов, лечения грибковых инфекций, даже если от ногтя осталось всего 2 мм. В состав гели для протезирования входят противомикробные, антигребковые и регенерирующие компоненты. И выполнение протезирования на поврежденные ногти способствует решению проблем эстетики и отрастанию своего здорового ногтя. Также студия NailArt предлагает своим клиентам качественную косметику ведущих зарубежных российских марок. Приобрести ее можно в салоне в здании Центра поддержки предпринимательства на Октябрьском проспекте, дом 13. Запись к мастерам по телефону 8 952 44 88 008 и 9 88 44 или в группах в социальных сетях. NailArt – больше, чем просто маникюр. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok